Подполковнику полиции в отставке, который угрожал убить свою бывшую жену, сегодня был вынесен приговор. Елена Зубарева вышла замуж за Вадима Гагарина в 2015-м. После свадьбы, как она сообщила, она поняла, что его целью был захват ее квартиры. Когда она отказала, последовали угрозы, которые закончились поджогом дачи. Елена Зубарева провела собственное расследование, пытаясь доказать, что это сделал именно бывший муж. Она получила фото и видео с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, что автомобиль мужа приезжал ночью к садовому товарищу, а потом быстро уехал. Но самое главное, по словам пострадавшей, он угрожал ей еще и убийством. У нас в доме, в квартире было оружие, которое он доставал. И периодически перед моим лицом говорил, из какого оружия тебя убивать. Выбирай. Я 9 раз, 9, вызывала полицию. Один раз я лежала в больнице, 2 недели. Он напал на меня с жгучим перцем. Мне по 4 укола делали виски, чтобы я не ослепла. Он постоянно говорил, что я мент и мне ничего не будет. Улики собирали доказательства. Мы, то есть я и мои родные. Объясню, какие. То есть через дорожный переезд мы взяли флешку о том, что действительно он приезжал. Что он там делал, непонятно. Мало того, что мы запросили ГИБДД. Мы, не понимаете, не полиция, а мы конкретно. Благодаря усилиям пострадавшей дело все-таки было возбуждено и доведено до суда. Обвиняемый свою вину не признал. И не признавал ни в начале, ни в конце процесса. Полный оговор. По всем положениям, по всем статьям. Ну, от любви до ненависти один шаг. Есть такая поговорка народная. Вы знаете, что до этого было еще 10 где-то заявлений на меня. Что я ее насиловал, что я ее угрожал убить, что я ее там душил, давил где-то. Понимаете? Я у нее шестой муж. Где эти пять мужей предыдущие? Вон она стоит, улыбается. Ей приятно меня видеть. Он в ночь поджога проехал через железнодорожный переезд и обратно. И камера зафиксировала это. И когда он поехал обратно по главной дороге домой, все это было видно. Экспертиза прошла по этому эпизоду. Невозможно идентифицировать этот автомобиль, который проезжал. То есть, доказать, что это я проезжал, невозможно. Он лег в больницу накануне поджога. В ЭДшную больницу. Но дело в том, что там же все проверяют. Там все следят за больными. Как они себя чувствуют и куда они уходят. А он ушел в ночь поджога и вернулся на следующее утро. В больницу положили. А на завтра суббота я поехал домой. Там забыл кружку, там, может быть, тряковник, тапки. Съездил, забрал, утром вернулся, потому что мне плохо было. Я хотела бы максимальное наказание для него. Чтобы это было ему уроком. И то, что если он милиционер, пенсионер, он должен отвечать за свои поступки. Иисус приговорил Гагарину Владимира Владимировича признать его виновным и назначить Гагарину окончательное наказание в величине свободы на срок 4 года 6 месяцев. Создание в величине свободы считать условно. Не удовлетворительное. Кошмарное. Ну, значит, можно сжечь дом. Значит, я могу приехать к нему домой. К его дачу тоже сжечь дом. Так получается, да? Ну, нет, тебя-то... Или потому что он полицейский. То есть его частично... Ну, оправдали его. Чего? За нападение оставили статью. То есть он принесет наказание. А западжук нет. То есть нужно было, чтобы он под кустом, да, на даче написал, что здесь был я. Какие еще доказательства нужны? Мало того, что он через неделю приезжал туда на место преступления. А почему он приехал? Потому что все маньяки приезжают. Перманьяки. Приезжают туда, смотреть, что я сделала. Сжег ли я? Может, я что-то оставил? Полностью недоволен. Поэтому будет однозначно апелляция. И дойдем до Верховного суда. Потому что я не виноват. Ни в чем. И самое главное, что репутация моя, вся жизнь... Меня обвиняют, что я вор и разбойник. Ну, это нормально. Человек, который всю жизнь боролся с преступностью, вор и разбойник. Санонсенс. Сейчас я постараюсь взять себя в руки. А потом поеду в Москву. Да, правильно. И вышестоящие организации будут писать. Я не оставлю дело о поджоге. Потому что так нельзя. Безнаказанность рождает что? Вседозволенность. То есть то, что есть. Он же мне постоянно говорил. Я мед, мне ничего не будет. Но это факт. Повторюсь, виновным Вадима Гагарина признали только в разбое и краже. Что касается поджога, то здесь суд его оправдал. Сожженную дачу Елена Зубарева так и не отстроила. В качестве компенсации суд ей присудил 400 тысяч рублей. Но этих денег на строительство новой дачи, конечно же, не хватит. Продолжение следует.